я политику пришел ну думаю мне кажется что случайно я сейчас говорю судьба человека судьба дорога непростая вот она у меня тоже была непростой родился я до войны в ленинграде ну сами понятие трудное время то все потом оказали в калининской области мы в эвакуации но дальше 7 классов техникум службы в армии серьезных войска комитет госбезопасности за границей в основном был все три года а потом институт и все время думал только о стройке потому что я техник строитель и высшее образование получил по специальности промышленно-гражданское строительство конечно думал всегда и мне нравилась стройка просто у меня там получалось все хорошо вдруг неожиданно пригласили на работу вуз значит ну дарме конечно я стал здесь известным спортсменом по игровым видам спорта серьезно имел достижения был чемпионом города чемпионом области и так далее в общем в армию пришел солдат хороший был а потом неожиданно совершенно приглашение на работу в институт стал работать в институте вот здесь началась моя общественная работа общественная работа такая в органах исполнительной власти потом в партийных органах но политики никакой не думал вообще мало чего и не вникал честно говоря даже партийную работу я не вникал хотя членом партии я стал в армии еще там таких сержантов выбирали ну поэтому вот так а уже конечно там потом в исполкомах городской власти это знал многих потом партийная работа и последнее уже достижение перед развалом союза я оказался на очень так высокой должности член бюро обкома партии высший орган высший орган власти здесь был из 18 тысяч коммунистов членов бюро было 13 человек всего это первые два секторя обкома сектор горком партии но дальше там фсб прокурор там то другое тогда но всего то есть человек и вдруг я попал неожиданно туда вот тогда конечно сами понимаете это у меня уже направление но это кратко если говорить как вдруг я там оказался за к собранию ну конечно будучи уже ректором сам я трогу проработал 10 лет на посту ректора для такой список был серьезно и в науке уже известен был вот и отличился по руководству строят рядами 10 лет я руководил и имеет уже орден получил 76 году за работу такую дружба народов а дальше вдруг на одном из собраний ректоров на совете каком-то мне предложили что что-то не избирайся в госдуму я бы что а мне до госдумы далеко там вообще и я не знал совет федерации даже не знал сейчас не знают людей я тогда не знал чем занимается дома или совет федерации тем более вдруг вот так здесь предложили только я там не да нет даже не серьезный господин ну а здесь в депутатом у меня ну так помощники все там руководители крупных организаторов но пойди хоть и в загсобрали что там за народ пока не вот ягоды зачем мне это нужно в общем агитировали я стал избираться но все-таки опыт конечно у меня был уже достаточно большой с точки зрения руководством организации работы большого коллектива так что уже это не был случайным человеком уже в москве министерстве в одном-другом то знал многих людей серьезных очень ну так вот потом здесь избрался чем не знал что деньги нужны какие-то никаких денег мне год ну что-то вуз денег не найдешь и что вы смеетесь не вжить и у меня хватило все-таки на один листочек маленький я не знаю даже не формата 3 то есть не опять уже какой-то там малюсенький вот такой сеньким форматик и писал кое-что про себя ну а дальше работа началась как-то затянула меня интересная судьба людей дали мне округ самые самые что называется это вся деревня соминки и так далее туда до теста и вот это обстал встречаться с людьми совхоза калининский над самый такой был там ну на 3 конечно 3 с людьми но дальше школы вдруг какие-то уличные комитеты бабушки дедушки и так далее так далее ну в общем как-то мне привычно уже было работать с молодежью работать с родителями на одни словом ну я ладно избрался избрался даже не думал я летом и забрался вот на очередной 3 уже с третий срок ректором а это произошло осенью в декабре там подвели итоги то что я избрался ну интересно почему было потому что 7 человек на место даже конкуренция 7 человек правда после двух-трех встреч половину ушли я называю для себя это случайность вообще совершенно случайно и случайно я вообще пошел депутата это не было ничего известно и интересно даже какой-то чтобы интерес был я даже не знал что мы люди работают на зарплату я привык что на общественных началах везде ну ну что поэтому ну дальше конечно работа затянула потому что я оказался сенатором в союзе федерации а там огромный комитет далее наука образование культуру здравоохранение экологии все один комитет из них 4 направления пришлось умея вести я первый заместитель председателя комитета стал а там губернатора были никто за это не брался и комитет никому не интересен но у меня раз я от науки пришел профессор там так далее вот такая петрушка то что я стал депутатом ну пришлось познакомиться законодательство а главное конечно депутаты это хоть говорят люди от народа надо уметь работать с народом уметь разговаривать с ним понимать свою ответственность главное вот сейчас в нынешнее время как я его понимаю и знаю что махровая бюрократия одолевает все буквально и вся и она забралась везде и в том числе и в думу и совет федерации потому что такие зарплаты платить чиновникам просто нельзя и депутатском корпусе надо чтобы было чтобы они понимали живут в среднем вот взять допустим вы должны представлять наверняка сколько получает сегодня доцент или профессор вузе это копейки один двадцать там двадцать пять тысяч а второй сорок но это уважение поэтому не знаю кто сегодня приходит я видел депутатов много из них ну разные уровни конечно людей был некоторым просто нравилось избираться у них получалось ну допустим колхоза ну чего там его поддерживает в своем районе он лучший мы его избирают из года в год или там положено корниенко взять это самый ложский пекать ну чего и там денег ее полно и избираться просто так шутя а зачем вот каждому депутату вообще задать вопрос зачем ты избираешься вот в чем видишь что ты будешь полезен людям вот здесь на территории что еще почему я говорю там судьба дорога непростая у меня тоже не просто складывался ведь у меня там через три года губернатор попытался устроить такую мне что называется к контор контор устроить ну я человек достаточно волевой я считаю поэтому конечно не поддался и сказал что этого не будет никогда пока я председатель тогда они решили вообще меня лишить этого креста председателя но это было сделать тяжело потому что уже в совете федерации я слишком стал авторитетным человеком поэтому они пободались пободались на второй срок они подготовили конечно физкультурных сущнего лачка еще там хасаинов пришел такой нужен был человек из москвы вытащить срочно защитить замминистра финансов россии попадал серьезную статью надо было как-то спрятать я посчитал что мне уже здесь вот и в этой обстановке мне не интересно стало но тем не менее конечно ну власть там я понимаю уговорили хотя бы что вы оставите зам там пусть хасаинов будет потом я пожалел об этом я уже ушел на как говорится такую неосвобожденную основу на общественных началах был заместителем хасаинов он стал председателем толку никакого он избегал заседания значит и так далее не появлялся часто мне приходил продолжать вести эти все заседания наши но все равно жизнь была очень-очень насыщена я снова ушел вулс ну там где мне было снова избрался на очередной срок потом меня еще предлагали я отказался потому что возрастной ценз четко ограничен на посту ректора 70 мне уже было под 68 я сказал что нет и она два года не буду избираться это неинтересно это нечестно перед людьми тогда министр филиппов уговорил значит но вы сейчас на чем молодежь так далее сейчас пост президента сделали я вам предлагаю занятие пост президент вот я 10 лет еще президент потом 20 лет рекорд 10 лет президент вуза 10 лет ушел в думу зам председателя экспертного совета госдума в комитете на нашем родном по образованию ну и в общем но активную работу масел в основном наукой заниматься потому что я было такое время серьезно а вот допустим четыре года когда был писать загс собрания ректор значит сенатор там я уж не знаю что там только не было и ездить и за рубеж в том числе и по россии мотации всякие не успеваешь сюда приехать снова туда в общем спал в основном в машине я говорю у меня было два водителя так они уставали от меня а я выдержу как-то не знаю тогда ну это это так для вас это не очень интересно но это была ответственная работа ничего не скажу очень даже потом я проник серьезно понял но потом начали обо мне вдруг печатать там всякие энциклопедии монографии там маяки достижения вот оценили меня и как строителя россии и как нам законодателя и так далее энциклопедии там несколько можно хотеть хотя бы заголовки посчитать лучшие люди россии сенатор россии ректор россии строить лучшие строители россии и так далее так далее там много вообще все на публиковал я горжусь одним когда обо мне описали потому что я себе ничего не рассказывал собрались интернета ну вот поэтому там краткие сведения даже никто не знает какие знаки отличия кто когда меня награждал за что награждали никто не знает об этом даже вузе не знает мои потому что получал международные награды в том числе вот ну вот такая моя жизнь значит чтобы сказать вот в назидание не хочу не никаких никому делать вот назидание знаю четко совершенно если хочешь быть депутатом человеком как наш президент уважаемый владимир раньше путин всегда говорит надо быть близко к человеку каждому человеку молодой пожилой там не важно а если ты так просто формально там приходишь на заседание и от тебя вообще ничего никто и не просит и даже а тебе и там муниципальное образование никто ничего не знает то это так все стало формы но если вы не можете наравно разговаривать положим с губернатором депутата кучу тогда вообще хотите если власть его только исполнительно а где же ваша власть надо быть достойным занял пост будь достойного поста этой должности и чтобы тебе было не стыдно но это так это эмоциональный окрас считаю что конечно это работа и работа в думе и работа там так собрание допустим ну это не все так просто совсем не просто даже сама структура сама шо называется вот это пирамида власти она непростая людям обычным не понять но депутаты если они с людьми и чувствуют что они придут допустим завтра и на своем собрании депутат сумеет доказать что то такое и сумеет взять на себя ответственность и сумеет помочь пусть одному человеку но помочь ему по-настоящему что можно было искать поставить себе плюс это будет уже серьезно конечно это более интересно и более ответственная серьезная работа безусловно это вузе работа это вузе вот там слишком много направлений поэтому нужно все это организовать держать под контролем постоянно так далее а депутатов значит это категория такая знаете сложная почему каждый из них мнит себя стратегом помните такой видевой со стороны вот каждый из них разговаривает ну и допустим подчинялись мне но без охоты многие они просто выехали и все но малышом миронов им сказал малышом приседать они самостоятельны каждый самостоятельно тогда получается что же а как ими управлять а как с ней спросить а как допустим подчинить свои идеи которые я понимаю как руководитель этого высокого органа власти несомненно да это очень сложно я им поручаю они не выполняют если на работе я могу спросить любого про ректора декана факультета заведующего кафедры здесь я спросить их практически не могу поэтому в части руководства здесь конечно загс собрания это все сложнее гораздо сложнее ну там такого единения людей нет они ничего не боятся даже те которые на постоянной основе получают зарплату там все равно а ничего не боятся их ничего не отзовет ну это чрезвычайника то что на ваш вопрос я бы открыть и вот так ну такой вопрос серьезного наверно отвечу честно что понимал что меняется и меняется строй он и сейчас меняется понимаете мы потому что и не в социализме не в капитализме мы дети там еще на пол дороги может быть да так что ощущение было но вот рядовой можно я сравнить такое не знаю корректно будет некорректно придумал такое сравнение вот чувствует весь народ что идет война я скажу нет весь народ этого не чувствует не чувствует а чувствует только люди которые воюют прежде всего до их семьи и те которые работают на армии могу поделиться допустим вы не представить у меня внучка она улица большая закончил балмонку круглый отличница и еще будучи студентка взяли уже на работу на частом желают проектом они работают на армии у нас сколько надо еще счетом ей 25 феврале будет только она уже такая уже деда говорит он там я бы ну хоть скажи елизавета какой там очередной варь изобретает все кота едет на испытание то все там уезжает куда-то на север в перм или барнаул там еще куда но где-то зачем тебе это знать я с ней соглашаюсь я бы действительно просуждать допустим о науке в целом я могу с ней да она уже в аспирантуру там поступил а говорить о ее работе я не могу с ней она ответственный человек сказал он нельзя ночью нельзя дед больше вопросов и не задает вот эти люди вот эти люди да они понимают что время сложно время тревожное обычно если обычно я не хочу человека называть обывателем там а так далее нет на обычный человек вот он понимает это знаете как раньше водка там преподаватель это самое улучшает такой но были времена в том все я славное время прожил когда там зарплата у меня как у заведующего кафедры была более чем достойно а уж когда там это больше у первой секретарь обкома только было больше а больше чем у секретарь райком партии они все нам завидовали потому что как это такое они здесь они руководители района и всего там города получая зарплату меньше чем допустим доцент на кафедре это они считали несправедливо и люди оценивают как настолько сколько в кармане как они могут обеспечить свою семью вот на этом их я считаю оценка ситуации хорошо плохо на стыке на переломе и так далее это не все не всем я скажу честно надежь признаем сейчас что это не всем дано это во первых надо быть в политике надо вообще правильно понимать нужен есть широкий кругозор да ты можешь более-менее справедливую оценку дать а если это у тебя нет ну я много встречал людей еще в юности когда начал только учиться в вузе изучают труды маркса там энгельс а у него сосед приходил слышу это расскажи а чё это капитал ты читал капитал я ему пытаюсь весь капитал нет а ты читал ли я буду да определенной статьи и называемую ягун ты-то куда у тебя есть 8 класса образовая но сиди катаешься на тракторе но катать зачем тебе нет я хочу чтобы ты мне рассказал как ты понимаешь я могу ты знаешь вот это чересчур зачем же я столько энергии на тебя буду затрачивать если общего общей грамоты нет чтоб ты понял это а потом многих людей ведь не убедить вы чего хотите любые факты приводите а у него свое а вот это неправильно а все равно президент не пора он об этом знает а не понимает и так далее но серьезные люди бывают со мной разговаривают и сегодня и такие высказывают мне суждения я говорю беда на успокойся там кандидата наука нет а вот там а зачем там в грузии так был в общем значит тут надо четко кому что положено кому что положено вот на этом уровне давайте ребята рассуждать а можно конечно депутаты должны вообще все-таки нести идею высказывать что они депутаты они все-таки государственники в определенной степени ну ты попробуйте убеждать народ попробовать поговорить и понять почему же они не согласны с общей позиции допустим управление там нашим государством и прочее ну это это важный документ вы понимаете устав устав это значит так я бы сравнил устав у за тем более устав региона это очень серьезный документ это сравнение конституции россии устав но единство что здесь мы не можем особенно позволить в регионе сверх того что есть уже в конституции мы ничего не можем сделать вот вы знаете чтобы принять закон какой-нибудь справедливый там и так далее считаем и что непременно уже это сделал нас таких фактов при мне было много надо собрать чтобы тогда было восемьдесят девять регионов мы сейчас к этому вернулись потом восемьдесят четыре сейчас тоже уже восемьдесят девять по моему человек вот нужно собрать чтобы треть регионов ну тогда 30 там с лишним регионов должны высказаться за поддержать идеи допустим нашей тверской тверского собрания если не поддержит значит ничего не проходит хоть ты что хочешь делать поэтому устав это очень серьезно и это неизыблемо на любой устав в армии устав это все это основной документ поэтому моем понимании это очень важный документ очень важно но во многом вот зависит будет от того что есть в россии какие акты понимается понятие жизнь она же такая это как река течет 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 и новые и новые появляется так сказать сложности трудности поэтому хотелось бы и менять чтобы устав там соответствовал так сейчас это время но так не получится нужно потом накапливать потенциал потенциал потом что-то внести в эту 100 но вначале внести на уровне россии через конституцию а только потом здесь мы что-то можем у себя а так вот в вузе допустим есть устав хотелось бы да и многое прописано там но мы сделать ничего сегодня вообще я еще мог свое время на многое сделать а сегодня руководители вуза ничего не могут сделать а ничего не могут сделать а все финансы у них нет власти у них такой нет и так далее что что здесь в регионе вузами вот в школами еще руководят а вузами никто не руководит здесь так у них есть чисто символический катапе как повлияло то трудно никто не скажет как повлияло единство могу сказать влияло на управление регионом согласие между исполнительной законодательной властью не совсем я на ваш вопрос отвечаю между вот этим ветвями власть если они согласны если другую дополняет и так далее улучшая работу региона это да а сказать что законодательная власть да нет сегодня вообще не хочу этого произвели практически не влияет ну трудно конечно не у меня бы спрашивать я считаю что все-таки организационно нам удалось впервые в первом создаве ничего не удалось сделать так они собирать как это старой избушке собирались тут света вот столько было там у них и так далее просто все это обшарпан вообще неуважение было депутатскому корпус я заставил его по крайней мере уважать я добился хороших площадей добился другой так сказать обстановки с точки информационной среды и прочее значит с точки зрения жизни работа депутатов там много чего удалось сделать так повлияло на нашу жизнь тверской губернии я думаю никто не ответит никто не ответит вам я увижу не дни чтобы повлияло куда-нибудь потому что значит чтобы заказать орган власти повлиял еще раз нужно чтобы согласие было с исполнительной властью иначе как это влиять его понятие мы утверждаем бюджет от нас зависимого утвердили а дальше губернатор распоряжается всем утвердили мы статьи но у него массу вариантов манипуляции так далее а у заказа собрания ничего нет они по крупным только нарушили не нарушили статью перетащили деньги из туда и туда и получили дополнительно доходы тоже значит кто знает исполнитель власть знает а законодательство сдают потом вы все сложнее и сложнее вопросы для меня даже задаете серьезно говори вам очень даже еще такие качества многое качество депутат во первых он должен быть конечно достаточно человеком широким круга зору иметь не просто там можно депутатов сделать дворника ну знает просто как улицу мести металл узнает и какой там можно еще он знает положим он были писать и колхоз был доктор и были здесь у меня доктора с вышнего очка помню не такие приятные люди и там все в совете федерации тоже в комитете был человек такой ну медики казалось да профессионала пришли но не по работам привет где работать с людьми у станка а там этого ничего нет на эти чтобы стать депутатом то надо вообще быть немножко таким я бы сказал человеком с характером драчуном эти вот люди которые умеют драться вот я в свое время не скажу что умел моя игровик я в таких видах баскетбол там вручной мяч но это серьезные виды спорта контактные называется да одно время ты в комбате и другое время ты в контакте с противником вот если люди способны вообще контактной борьбе то наверное да от них будет толк если не способны ну потому что взять представитель сак собрания но губернатор может устроить там всякие неприятности а депутату губернатор ничего не может устроить на бороться нужно разума изучить вопрос и выступить даже против губернатора против его решений многие у их же нет таких депутатов все я по крайней мере за эти годы я таких не видел я бы сказал ребята оцените сами свою работу вот чтобы вам не было стыдно вы чувствую пользу но не сейте муку над быстро протекающей рекой не присутствуйте а делайте свое дело вот у меня есть одна здесь книжка такая может татьяна и канал показать эту книжку писали наши большие руководители области нашей да там и первый секретарь обком участвовал еленков и там участвовал михал сандров шестов но много там интересных людей в том числе конечно есть наверно не писали сами вот там написано мы сделали свое дело теперь дело за вами вот шесть созывов да мы делали свое дело а вот седьмое теперь попробуйте сделать больше и лучше и тогда дело за вами и ребята за вами михал сандров шестов